Игрыинфо.ру и творческая группа GNC представляют Буквально полгода назад в кинотеатрах вышел удивительный фильм «Безумный Макс. Дорога ярости». Эта картина позволила нам окунуться в постапокалипсис, где балом правили безумие и тачки. Но этого было мало. Мне хотелось лично пощупать этот мир своими руками. И, как по заказу, в начале сентября вышла игра про «Безумного Макса». Но похож ли он на свой образ из фильмов? Это вы сейчас и узнаете. После маленького вступления игра сразу же знакомит нас с колоритом местных обитателей. Добрый парнишка по имени Макс нарывается на банду головорезов и после милой беседы с чаем и плюшками теряет все, что только можно потерять. Припасы, лицо, пара зубов, а главное – машину. То самое создание, если так можно выразиться, без которого жизнь в этом безумном мире невозможна. Ты либо на колесах, либо под ними. И никак иначе. Но с суровой миной и диким желанием жить он проходит все испытания, выпавшие на его бедную голову. И как бонусом получает милого песика Динкиди. Он, к слову, в игре не просто так. У него есть чутье на минные поля. И если он будет громко-громко лаять, лучше повернуть в другую сторону. Помимо блохастого товарища, Макс встречает не менее интересное существо по прозвищу Жестянчик. Этот маленький уродец по какой-то неизвестной причине посчитал Макса святым. И это неудивительно. В этом мире все население, включая и нашего героя, несколько поехавшее. Так вот, вследствие того, что Максимка для него святой, сошедший с автомобильных небес, он предложил соорудить для него «ААААААААААААААААААААААААААААавтомобиль!» Правда, за вас он все не сделает. Все-таки поломать голову в поисках деталей, существенно улучшающих ваше авто, придется. Радует то, что разработчики позволили игрокам самим выбирать, в какую сторону его развивать. Вы можете сделать как гоночный кар, за которым хрен кто угонится, так и мини-танк на колесах. Все в ваших руках. Вообще, здесь, как и в киновселенной, у всех персонажей дикий фетиш на автомобиле. И порой, завидев новое авто противника, невольно умиляешься. До тех пор, пока скотина за рулем этого монстра не пойдет на таран. И раз уж мы коснулись этой темы, то сразу скажу вам, сражение на машинах — это самое крутое, что есть в этой игре. В какую сторону не поедешь, Макс в любом случае нарвется на конвой или патруль, а там может произойти всякое. Как длинная и напряженная погоня, так и быстрая и яростная схватка. Самое прекрасное заключается в том, что погони в игре очень похожи на то, что мы могли лицезреть в фильме «Дорога ярости». Разработчики подошли к этой части со всей душой. Машины действительно ощущаются какими-то монстрами, способными на многое. И лично я наслаждался этим ощущением до конца игры. Порадовало и окружение. Пустошь оказалась не настолько пустой, как это могло показаться. Вам частенько предстоит любоваться удивительными сооружениями, понаставленными то тут, то там, но больше всего мне запомнились песчаные бури. Это поистине завораживающее зрелище. Что же до пеших разборок, то все это мы видели в «Бэтмене» много лет назад. Нажимаем кнопочку «Удар» и кнопочку «Парирование». Удар и парирование. Удар и парирование. Удар и парирование, удар и парирование, удар и парирование. Перекат. И так на протяжении всех стычек. Но в отличие от «Бэтмена», Макс действует немного агрессивнее и с летальным исходом. И вроде бы всё это звучит круто, но не тут-то было. Игра является эдаким Shadow of Mordor в пустоши. Только здесь фишкой является не система Nemesis, а железный конь и схватки на нём. Во всём остальном здесь всё так же. Огромная территория, открывание карты с помощью воздушных шаров, эдакая замена вышек на аванпосты и форты, которые требуется зачищать, задания, не блещущие оригинальностью и так далее. За исключением, а в той здесь всё несколько вторично. Не стоит забывать и о сюжете. Он есть, но, к сожалению, не так интересен, как того хотелось бы, так что ради него приобретать проект явно не стоит. Но могу вас заверить, что определённую порцию безумства вы обязательно получите, ведь персонажи, встреченные Максом на своём пути не раз и не два, удивят вас своим поведением. Что же до системы выживания, о которой всё время твердили разработчики, то она несколько неоднозначна. По их словам, за каждую крошку я должен был вырывать кадык, но тут еды навалом, да и с бензином, попрошу заметить, самым ценным ресурсом в этом мире тоже проблем нет. Единственное, чего порой не хватает, так это боеприпасов к оружию. В общем, если вас не привлекает игра, сделанная самим Хидео Кодзимой, о чём он нам постоянно напоминает, то отправиться в Пустошь будет самой отличной альтернативой. А на этом всё, спасибо за внимание. Смотрите наши новые обзоры, подписывайтесь на канал и заходите на сайт игринфо.ру. Там много всего интересного. Всем счастливо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok